Финансовые мошенничества стали самым распространенным видом преступлений в современном мире. С начала года северяне перевели аферистам свыше 400 миллионов рублей. В региональном МВД такие преступления регистрируют почти ежедневно. Как обезопасить себя от злоумышленников, смотрите в нашем сюжете. Из общего числа зарегистрированных IT-преступлений почти 60% составляют преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В региональном МВД факты мошеннических действий со стороны телефонных аферистов регистрируются почти ежедневно. Северяне переводят незнакомцам, представляющимся полицейскими, сотрудниками служб безопасности банков и представителями всевозможных государственных организаций колоссальные суммы. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Так произошло с жительницей одного из населенных пунктов Мурманской области. Пенсионерка ответила на звонок от незнакомой девушки, которая представилась сотрудницей Росфиннадзора и сообщила северянке о попытке хищения ее накоплений. Причем они такие были очень обходительные, говорили очень грамотно. Часть суммы это мои личные накопления, это деньги, которые ушли с зарплатной карточки, с пенсионной карточки. Ну а часть денег это те, которые я брала в банках. И теперь мне их уже, я уже их начала отдавать. Я вот, ну как будто бы это не я была, понимаете? Вот как будто какой-то гипноз. Для борьбы с аферистами и предотвращения финансовых преступлений банки разрабатывают новые системы безопасности. Так 25 июля вступит в силу закон о новых механизмах противодействия кибермошенникам. Перед совершением перевода банк обязан будет убедиться, что счет получателя не содержится в информационной базе данных Банка России. В нее попадают реквизиты, задействованные при мошеннических операциях. Если счет внесен в базу, банк должен будет приостановить такой перевод на два дня и уведомить об этом клиента. За это время человек сможет трезво оценить ситуацию, одуматься и не подтверждать транзакцию. Если же антифродсистема банка не защитила человека и перевод на подозрительный счет произошел, то банк обязан будет компенсировать похищенные деньги в полном объеме в течение 30 дней. Однако главным залогом безопасности ваших финансов остается бдительность. Никогда не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные, включая номера банковских карт, пин-коды и пароли. Мошенники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, компаний связи и прочих организаций. Помните, что никакой серьезной компании не понадобится запрашивать ваши персональные данные по телефону или смс-сообщению. Продолжение следует...